Василий Васильевич Верещагин Верещагин, художник-путешественник, баталист, иллюстратор-этнограф, писатель и боевой герой был участником многих исторических событий. С самого начала своей художественной карьеры Верещагин оказывался именно в тех местах, где происходили важные для России политические события, где требовался художник-военный корреспондент, способный быстро и беспристрастно зафиксировать обстановку, передать общее и подметить характерные детали. Он написал около 20 книг и статей. Практические задачи, связанные с всесторонним изучением жизни и быта, способствовали формированию главного метода живописца – писать серии картин. Этот своего рода кинематографический подход к изобразительному искусству стал уникальным опытом для отечественной живописи второй половины XIX века. Верещагин И с 16 лет стал заниматься в рисовальной школе Петербургского общества поощрения художников. По окончании учебы в корпусе молодой человек отказался от карьеры морского офицера и поступил в Академию художеств, но не закончил ее. Предпочел уехать в Париж, где в течение двух лет занимался в студии знаменитого живописца-ориенталиста Жанна Леона Жерома. Первым путешествием Верещагина стало плавание на фрегате «Камчатка» в 1858 году, во время которого он побывал в Копенгагене, Бресте, Бордо. Дальнейшие маршруты живописца были в первую очередь связаны с военными операциями, в которых принимали участие русские войска. Кавказ, Средняя Азия, Балканы, Япония. Весной 1868 года Верещагин оказывается в самом центре войны за присоединение Туркестана к России. И сам принимает в ней непосредственное участие. Тогда же художник получает боевое крещение. Вместе с небольшим гарнизоном защищает самаркандскую крепость от превосходящих сил восставших местных жителей. За что получает орден Святого Георгия IV класса, который он с гордостью носил, хотя вообще отрицал какие-либо награды. Во время восьмидневной осады самаркандской цитадели с топищами бухарцев, прапорщик Верещагин мужественным примером ободрял гарнизон. Когда 3 июня неприятель в огромных массах приблизился к воротам и, кинувшись на орудие, успел уже занять все сакли, прапорщик Верещагин, несмотря на граб камней и убийственный ружейный огонь, с ружьем в руках бросился и своим геройским примером увлек храбрых защитников цитадели. Он достоверно и точно изображал батальные сцены. О Верещагине заговорили, его картинами и рисунками восхищались Стасов, Крамской. Павел Третьяков купил несколько полотен для своей коллекции. А для привыкшей к салонной живописи публики открылся совершенно новый мир восточной экзотики. Менения критиков не были однозначны. Особенно досталось знаменитой картине «Апофеоз войны». За шокирующий реализм художника обвинили в нигилизме, искажении исторических событий и откровенной лжи. В газетах стали появляться разгромные статьи, в которых ему вменялись в вину и отказ от службы на флоте, и то, что он, недоучившись, бросил Императорскую академию художеств, и то, что он живет за границей. Под влиянием нападок и клеветы в состоянии нервного срыва Верещагин сжег три своих полотна, а потом демонстративно отказался от звания профессора, которое ему присвоила под нажимом общественного мнения Императорская академия художеств в 1874 году. В том же году Верещагин, как частное лицо, отправляется в Индию. Нанимая проводников, художник путешествовал по стране, посещал самые отдаленные районы, бывал в предгориях Гималаев и Тибета, исследовал побережье Индийского океана. Как всегда, много рисовал и делал записи. В 1877 году разразилась русско-турецкая война. За утверждение российского влияния на Балканы. Верещагина причислили к составу адъютантов главнокомандующего русской армии с правом свободного перемещения по войскам. Кто у нас из русских художников имеет Георгий или имел? Что-то не припомнил? А вот Василий Васильевич Верещагин. Егорушка, брат, с пикой на груди. Художник рисовал, собирая объективную информацию о происходящем. Получил ранение на борту миноноски «Шутка», которая атаковала крупный турецкий транспорт, перевозящий подкрепления. Едва оправившись от ран, Верещагин снова отправился к местам военных дуэстов. Ах, черт! Что это вы, Василий Васильевич, со своим талантом насмерть лезете? Художник принимал участие в боевых операциях на Дунае. Под командованием генерала Скобелева штурмовал Плевну и Шибку. В бою потерял брата Сергея. Отступая от официальной концепции батального жанра, Верещагин обращался к эпизодам, связанным с изображением жестокости войны и поражений русской армии. Перед атакой, дорога на Плевну, после атаки. На шибке все спокойно. Тщательно выписывая натуру, фигуры солдат, укрепления, оружие, шинели, каждый гвоздик на сапоге. Верещагин, для которого особенно важным было акцентировать роль рядового солдата и подчеркнуть его бесстрашие, по замечанию Ильи Репина следовал совершенной правде жизни. В идейном замысле серии балканских полотен центральное место занимает картина «Побежденные. Панихида». Художник был свидетелем панихиды по убитым на поле боя и так описал ее в своей книге «На войне». Ровное место, покрытое высокой сухой травой, в которой на первый взгляд ничего не было видно. И на темном фоне туч две фигуры, ясно вырисовывавшиеся, привлекли мое внимание. То был священник и причетник из солдат, совершавшие панихиду. Даже в композициях прославляющих победы русской армии Верещагин вводит печальные ноты. В этом плане характерна картина Шибко-Шейнова. Генерал Скобелев производит смотр войск после окончательной победы у Шибки и пленения там турецкой армии. Имя Верещагина гремело повсюду. В 1880 и 83 годах в столице прошли две крупных выставки, посвященных русско-турецкой войне. Картины художника имели грандиозный успех у публики и частных коллекционеров. О популярности Верещагина можно судить из цифр. Выставку в Петербурге в 1880 году за 40 дней посетили 240 тысяч человек. В Берлине за два месяца 140 тысяч человек. В Вене за четыре недели 110 тысяч. Государственные чиновники не приобрели ни одного полотна. Верещагин в отчаянии писал своему другу Владимиру Стасову. Больше батальных картин писать не буду. Баста. Я слишком близко принимаю к сердцу, что рисую. И вот результат. Я сам прошел через все эти ужасы. Им никогда не понять этого. Я найду себе другие сюжеты. С середины 1880-х годов Верещагин стал чаще работать в России. Обращался к темам, связанным с ее историей и национальной культурой. Путешествовал по русскому северу. Работал над историческими картинами, посвященными Отечественной войне 1812 года. Выставлялся Василий Васильевич не только в Петербурге и Москве, но и в Европе и даже в Америке. Успех выставок был далеко не случайен. Он являлся следствием продуманной выставочной тактики. Свою роль играла тематика экспонируемых картин и импонирующий зрителям верещагинский осмысленный реализм. Но, несомненно, главная причина заключалась в особой подаче произведений. Значимую роль художник отводил рамам. Сделанные на заказ, массивные, нарядно декорированные, покрытые сусальным золотом, они являлись эффектным украшением как самих полотен, так и выставочного пространства в целом. Еще в 1870-х годах у верещагина зародилась мечта посетить Японию. Однако поездка состоялась только в августе 1903 года и из-за грядущей войны продолжалась всего 4 месяца. Во время этого путешествия художник посетил самые известные для европейцев того времени города – Токио, Киото, Нико. В Японии верещагин в основном работал с натурой. Он увлекался изображением синтаистских и буддийских храмов, портретировал японцев, выбирал на его взгляд самые характерные национальные типы. Для пейзажей искал уединенные уголки тропических парков. Верещагин может быть больше, чем в других своих путешествиях сосредоточил внимание на изучении японской культуры. А вскоре началась русско-японская война. Художник незамедлительно отправился на фронт. 13 апреля 1904 года возле порт Артура броненосец Петропавловск подорвался на японской мине. Корабль за две минуты ушел на дно. Погибло 700 русских моряков. В их числе адмирал Макаров и художник Василий Верещагин. Верещагин художник легендарной судьбы, стоявший со всем стороне от всех кружков и партий, никогда не участвовавший на передвижных выставках и шедший вполне самостоятельным путем. Живописец организовал более 60 выставок по всему миру. Эффектная организация экспозиций с привлечением вещей, собранных им во время путешествий, использование музыкального сопровождения, специального освещения, а также подробные аннотации к произведениям, составленные самим художником, каталоги, лекции, сопровождавшие выставки, превращали их в события культурной и нередко политической жизни. Я всю жизнь любил солнце и хотел писать солнце. И после того, как пришлось изведать войну и сказать о ней свое слово, я обрадовался, что вновь могу посвятить себя солнцу. Но фурия войны вновь и вновь преследует меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok